Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Формула права сегодня в эфире. С вами я, ведущая Анастасия Брайчева. И мы обсуждаем сегодня тему, которую уже, собственно, озвучивали в эфире. Внешние угрозы для бизнеса, контролирующие органы, проверки, обыски, уголовные дела. Все, что связано вот с этой стороной ведения бизнеса в России. У меня сегодня очень интересные гости, эксперты. Георгий Константинович Смирнов, старший инспектор Следственного комитета Российской Федерации, майор юстиции, кандидат юридических наук. Георгий, доброе утро. Доброе утро, уважаемые коллеги. Доброе утро, радиослушатели. Также у нас сегодня в гостях Вячеслав Валерьевич Леонтьев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» и председатель комитета по экономической безопасности Ассоциации менеджеров России. Вячеслав, приветствую. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, собственно, тема действительно острая. Сразу нашим слушателям анонсируют телефон, по которому можно позвонить в студию, задать вопрос, дать свой комментарий, поделиться мнениями, впечатлениями. Телефон 65 10 99 и 6, код Москвы 495. И также можно ваши комментарии, вопросы, поделиться вашим мнением, написать на сайте finam.fm. Итак, внешняя угроза для бизнеса. Ну, вообще, я думаю, что все, наверное, очень хорошо сейчас, когда мы анонсировали тему, понимают, о чем мы будем говорить, к сожалению, потому что тема острая. И сейчас, может быть, это реже слышно, хотя все равно слышно, и слово в ходу, например, рейдерский захват какого-либо бизнеса или что-то в этом роде. Вот, а что вы сейчас в настоящий момент считаете наиболее важным и в реформировании нашего законодательства, и в том, в каком положении сейчас мы все находимся, и в том числе предпринимателей, которых это так сильно касается напрямую? Ну, хотел бы начать с того, что, как известно, в 2010 году производство по уголовным делам о налоговых преступлениях было передано в компетенцию следователя и Следственного комитета Российской Федерации, и тут мы столкнулись с определенными проблемами, сопряженными с несовершенством законодательства о налогах и сборах. А в чем оно выражается наиболее остро? Да, наиболее остро выражается в том, что доля схем ухода от налогообложения, основанных на прямой фальсификации документах бухгалтерского учета налоговой отчетности, встречается все реже. Все чаще практикуются схемы, основанные на так называемых фиктивных сделках и иных фиктивных действиях, основанных на реализации гражданских прав налогоплательщика. В данном случае налоговый кодекс рассчитан на добросовестного приобретателя. В нем отсутствуют достаточные правовые механизмы для эффективной борьбы с подобного рода недобросовестными действиями налогоплательщика. В частности, отсутствует прямой запрет на злоупотребление гражданскими правами. Ну как же, статья 10 гражданского кодекса, злоупотребление правом прямой запрет. Все правильно, гражданское законодательство содержит запрет на злоупотребление правом. Но дело в том, что в соответствии как с тем же гражданским кодексом, так и с тем же налоговым кодексом, положения гражданского права, гражданского законодательства могут применяться в налоговых правоотношениях только в случаях прямо предусмотренных. Вне урегулированной части. Все равно можно применять. Нельзя, только в случаях прямо предусмотренных. То есть если это прямо предусмотрено. Но если взять ту же статью 10 гражданского кодекса, там говорится о недопустимости злоупотребления правом при ограничении конкуренции и так далее. Хотя способы злоупотребления правом, перечень способов является открытым, но напрямую закон не предусматривает возможность распространения статьи 10. Я, извиняюсь, перебила вас, Георгий, но дело в том, что в арбитражной практике, не касательно сейчас налоговых именно споров, раз мы эту часть затронули, суды, если видят действительно к этому основание, очевидно, по делу, применяют 10 статью, в которой указано, что если страна допускает злоупотребление правом, суд может отказать от правовой защиты этого ее права, которым он злоупотребляет. В данном случае это арбитражный суд, это либо индивидуальный предприниматель, либо какое-то юридическое лицо в сфере коммерческой деятельности. Поэтому суды, например, арбитражные, при наличии оснований, применяют эту 10 статью. И проблемы с доказательствами возникают, но это уже всегда, по любому делу, вне зависимости от того, какую статью мы хотим применить, нам нужно доказывать свои требования и возражения. Я с вами полностью согласен. Судебная практика, арбитражная в частности, она пошла намного дальше, чем закон. Действительно, есть так называемые судебные доктрины вас, высшего арбитражного суда, на основании, которые используются для противодействия подобного рода фиктивным схемам. Но я хотел бы отметить вот что. То же постановление Пленума ВАЗ-53 от 2006 года, которое закрепляет большую часть этих судебных доктрин, существа над формой, осмотрительность в выборе контрагента и так далее. Этот акт, по сути, является актом официального толкования закона. Причем непонятно, какие положения он толкует, исходя из его текста. Там нет ссылки на то, какие он положения толкует. Но дело в том, что судебные доктрины вас не могут применяться при уголовной ответственности. Потому что должен быть прямой уголовно-правовой запрет либо прямой запрет в законодательстве о налогах и сборах, так как уголовное законодательство в этой части является бланкетным, отсылает к нормам законодательства о налогах и сборах. Георгий, хочу чуть-чуть перебить вас и поясню, почему. Все-таки хочется вернуться вот к такому моменту, что есть у нас предприниматели. Во-первых, чтобы понятно было всем нашим слушателям, потому что некоторые термины, которые мы сейчас употребляем, я просто пытаюсь нас послушать со стороны и понимаю, что может быть сложно это воспринимать не юристу. Все-таки хочется именно поговорить о том, что мешает бизнесу с одной стороны, а с другой стороны, что может быть с конкретным бизнесом, если он перешагивает определенные законодательные нормы, совершает преступления и так далее. Вы сейчас стали с другой стороны больше говорить, что есть некая схема, есть недобросовестный налогоплательщик, который что-то не заплатил. И как раз нашим слушателям вы рассказали о том, что сейчас способ совершения такого рода преступления перевесил со стороны просто прямой фальсификации документов, указания неправильных данных, уже в что-то более хитрое, скажем так. То, что мы называем схемами, я думаю, что многим понятно, что такое схема. И, кстати, когда берешь, допустим, акт налоговой проверки, там везде на эту схему идет ссылка. А потом как раз в арбитражном суде и воюешь, и доказываешь, где схема, а где нормальный бизнес. А как вот вы отличаете схему от нормального бизнеса? Нами подготовлен проект закона, который предусматривает введение в законодательство о налогах и сборах таких понятий, как налоговая оптимизация, как именно правомерный вид снижения размера налоговой обязанности. Предусмотрены также такие понятия, как фиктивная хозяйственная операция, которая определяется как два вида фиктивных хозяйственных операций, как операция хозяйственной деятельности, отраженная в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета и налоговой отчетности, лишь для вида. Это притворная хозяйственная операция. Это вы проводите, по сути, аналогию между 170-й, если мне не изменяет память, то сделки у нас бывают мнимые и притворные, и вы говорите то же самое с бухгалтерией. Здесь мы как раз хотели именно отойти от конструкции изменения юридической квалификации сделки, потому что, по сути, публично правовые субъекты не должны вторгаться в гражданские правоотношения между сторонами, которые регулирует та или иная сделка. Мы хотим вести конструкцию изменения не юридической квалификации сделки, а именно последствий этой сделки, то есть хозяйственных операций. А не возникнет ли тут сразу такой вопрос? Вот для того, чтобы, по сути, сделка... Ну, понятно, что если сделка является недействительно ничтожной в силу ее ничтожности, то она недействительна с самого начала, ее совершение не влечет никаких правовых последствий. Но, тем не менее, все прекрасно понимают, что очень часто в судах в случае такой необходимости перед заявлением требования о применении последствий недействительности заявляется требование о признании самой сделки недействительной. И вас уже в своем мнении на эту тему говорил высший арбитражный суд, что совершенно правомерная постановка вопроса в исковых требованиях. Но в данной ситуации, вводя вот такие понятия, о которых вы сейчас говорите, вы уходите, в принципе, от квалификации этой сделки тем же, например, арбитражным судом или еще чего-то. Вы говорите априори. То есть вы, как я себе это представляю, из того, что вы сейчас сказали, возможно, наши слушатели также представили, возможно. Вы говорите о том, что сделка ничтожная, и вы уже последствия этой сделки в виде каких-то записей в бухгалтерском учете отчетности налоговой, они тоже, соответственно, ничтожные. Но при этом уходим от вот этой вот процедуры применения последствий недействительности. Упрощается, с одной стороны, мы говорим, что бизнес надо защищать, а с другой стороны, мы очень сильно упрощаем просто, по сути, вмешательство и оценку в то, что внутри организации происходило при совершении каких-то хозяйственных операций. Не, мы просто предлагаем правоприменительным органам не трогать корпус сделки даже в целях обеспечения публично-правовых интересов, потому что в дальнейшем изменение юридической квалификации сделки может повлечь за собой соответствующую как бы привидециальную силу этого решения при определении... По 90 статьям пока, конечно. Ну и по 90, и плюс при определении гражданско-правых отношений в споре хозяйствующих субъектов. Мы отходим от этого. Мы говорим, что субъекты с учетом свободы договора вправе совершить любую сделку, но отразить для целей налогообложения отразить для целей налогообложения хозяйственные операции именно тех правоотношений, гражданских правоотношений, которые возникли. Пусть здесь как раз-таки много раз и Конституционный суд говорил о том, что налоговая обязанность возникает из закона, но не из сделки. И Конституционный суд говорил разделяйте правоприменителю, разделяйте налоговые последствия сделок, имущественные последствия налогового характера сделок и сами сделки. Сами сделки, вот они пусть... Георгий, я сейчас буквально перебью ненадолго, наверное, на минуточку или на две, потому что у нас сейчас в программе обязательно будут новости. Нашим слушателям напомню телефон 651099,6, код Москвы-495. Можно пока звонить. Итак, формула права в эфире. Напомню, наш телефон 651099,6, код Москвы-495. Также ваши комментарии, вопросы можно писать на сайт ФМ. Обсуждаем сегодня тему внешней угрозы для бизнеса и все, что связано с контролирующими органами, проверками, обысками, уголовными делами. Взяли проблему, я уже вижу, шире, потому что мы уже в налоговое преступление и в то, как они могут расследоваться и в те реформы, которые предлагаются сейчас. В студии у меня Георгий Смирнов, старший инспектор Следственного комитета Российской Федерации, и Вячеслав Леонтьев, адвокат. Обсуждаем эту тему. И вот до новостей мы говорили о следующем, что сейчас предлагается расшифровка такого понятия не только как недействительная сделка, по сути, да, мнимая сделка или притворная сделка, но и недействительная запись бухгалтерского учета. Я просто для наших слушателей хочу аналогию привести, чтобы понятно было, о чем мы говорим. Приведу совершенно не из области, которую мы сегодня обсуждаем, приведу из жизненной, понятной всем нам области. Допустим, я нахожусь в браке, но чтобы не делить с мужем квартиру, которую хочу купить, я покупаю эту квартиру за свои деньги, но формально на маму, которая мне потом ее дарит. Соответственно, дареное имущество уже между супругами делится, и вроде бы по смыслу, по существу правоотношений получилось так, что купила я за деньги, в общем-то, нашей семьи, но внешне это выглядит как имущество, которое делить невозможно. Возвращаясь к теме, которую мы сегодня обсуждаем, мы говорим не о том, какие последствия будут у этого имущества, если, например, мой муж сможет доказать, что я вот это все сделала именно с этой целью. Незаконно, неправильно эту сделку провела. А то же самое в коммерческой деятельности. Речь уже идет о том, что есть некая судьба имущества в результате заключения сделок, если они являются ничтожными. А есть те записи, которые бухгалтерского учета, которые организации, и, соответственно, бухгалтерская служба производят свои внутренние документации исключительно с целью ухода от уплаты налогов. Правильно я понимаю? Он производит для целей учета, то есть для учета для целей налогообложения, и на основании этих операций, конечно, исчисляется налоговая база и так далее. Рассчитывать налог неправильно в итоге, да? Потому что совершили сделку... То есть совершается исключительно в целях избежать возникновения налоговой обязанности, либо снизить размер суммы налогов. То есть вы предлагаете не обсуждать вот эту судьбу имущества, той самой мифической квартиры из моего небизнес-примера, да? Вообще не решать. Пусть стороны сами в судах разбираются, если им нужно, кому что будет принадлежать в результате сделок, если они недействительны. А вы говорите о том, что в результате этого были неправильные записи, произведены в учете. А я, вы знаете, что хочу спросить и вас, Георгий, и Вячеславов. Мне хочется, чтобы вы тандемом на этот вопрос ответили. Почему? Потому что по роду работы вы все-таки с разных сторон, да? Находитесь очень часто, наверное, если речь идет об уголовных делах. И все-таки вот по поводу проверок, обысков и тому, что предшествует уголовному делу. Вот мы сейчас говорим по уголовному делу. Там есть схема, нужно доказать эту схему, если она есть и так далее. Вот эти моменты сейчас обсудим, но сразу хочу сказать, у нас есть вопрос по поводу сделок. По телефону давайте выслушаем нашего слушателя и вернемся к обсуждению. Добрый день. Алло, добрый день. Меня зовут Алексей. Я вот попробовал по поводу сделок. Было собрание у нас распределение прибыли. Мне пытались Мерседес впихнуть, себе БМВ. Прекрасное распределение прибыли. Денег не хватало. Прибыли будет Мерседеса. Партнер, брат, сестру, у них 55% на двоих, по 27,5% решили забрать имущество в здании. Я проголосовал против. То есть вы сейчас, Алексей, смотрите, вы сейчас спрашиваете по поводу собрания акционеров, да? В неком акционерном обществе. Нет, по поводу сделки. Вот по поводу сделки. Я начинаю суды, оспаривать протокол, выигрываю. В этот момент они переоформляют здание на себя, как на физических лиц, партнеры. И продают своему бухгалтеру, которая создала фирму. Они подали апелляцию. Я проиграл, выиграл все. Но по шестому вопросу, по зданию, они выиграли. Апелляция на воде. Все смеются. Я подал касацию, выиграл. Подал о рейдерском захвате заявление. В ОВД. В областную прокуратуру. Спустили сюда в область в Сосногорх. И бесполезно. Уголовное дело не открывается. Между прочим, вот смотрите. По балансовой стоимости они оформили. Алексей, сейчас перебью вас. А у меня есть зависимая оценка. Я думаю, что понятно достаточно вопрос ваш. То есть, с одной стороны, вы берете сейчас, задаете вопрос по поводу арбитражных судов. Но уже нам сообщили, что, в принципе, выиграли, по крайней мере, на стадии касации. Суду удовлетворили ваши требования. Проблема в том, что вы не можете возбудить уголовное дело. А я сегодня очень хотела наших гостей спросить этот вопрос, как раз, который затронул Алексей. Алексей, спасибо. По поводу того, что когда существует, как мы предполагаем, некое преступление. Преступление связано с предпринимательской деятельностью. При этом это преступление обличено формой сделок. Вот то, о чем мы сегодня говорим. Да, ведь преступление может иметь разную цель свою. Может иметь цель уйти от налогов, а может иметь цель что-то у кого-то украсть, похитить, мошенничество и прочее. И, соответственно, очень часто бывает, что обращаясь с соответствующим заявлением по поводу совершения преступления, получаем отказ о возбуждении уголовного дела в связи с чем? В связи с тем, что это гражданско-правовое отношение. Идите в суд. Вот как с этим быть? Я хотел бы напомнить уважаемому Алексею о том, что в 2010 году вступил в силу так называемый четвертый президентский антирейдерский закон, который установил уголовную ответственность за так называемые серые схемы рейдерства. Это фальсификация решения общего собрания акционеров и решения совета директоров. В данном случае, насколько я понял, решение об одобрении крупной сделки было сфальсифицировано. А я поняла, извиняюсь, Георгий перебил, я поняла из вопроса, что была стадия апелляции, на которой по этому контрольному вопросу наш слушатель в тот момент проиграл дело, вступил в законную силу решения, по которому они смогли провести эту сделку. Они ее и провели, пока он обжаловал это все в касацию, который в итоге выиграл. Они провели эту сделку, мало того, что они ее успели провести, так еще и, естественно, там уже дальше начали передавать это имущество. Именно для того, чтобы предупредить, пресечь подобного рода имущественные последствия для титульного собственника в виде вывода имущества по фиктивным сделкам на, в конечном счете, на аффилированного, якобы добросовестного приобретателя, который пользуется... Ну, бухгалтер вообще тут сложно сказать, что он добросовестный был. Ну, то, чтобы упредить наступление этих последствий, как раз таки и существует. Были приняты эти статьи, которые позволяют пресечь рейдерский захват на начальном этапе его развития. То есть, когда принимается незаконное управленческое решение об отстранении, прекращении, досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа либо одобрении крупной сделки. И вот на этом этапе уже можно подать заявление и пресечь рейдерский захват. Так вот у нас слушатель говорит о том, что я подаю заявление. Я подаю заявление, бьюсь головой в стену, и мне не возбуждают уголовное дело. Вот происходит то, что он рассказал, но там наверняка есть какие-то тонкости. Я вижу, что Алексей продюсеру программ как раз попросил передать, что он проиграл апелляцию после сделки, и, видимо, после был на здании, точнее, арест вообще не был наложен на здание. В арбитражном суде с арестом вообще сложно. Здесь существует следующая проблема. Недавно была также изменена статья 90 УПК, которая установила неопровержимую приюдицию. То есть решение по гражданскому делу является доказательством, которое не требует дополнительных доказательств. Которое не требует ни проверки, ничего. И принимается следователем, то есть фактически вслепую. Это повлекло очень много, на самом деле, рейдерских захватов, и лица, которые являлись потерпевшими по этим делам, ничего не могут сделать. Я вот сам лично участвовал в конституционном суде. Как бороться нашему слушателю с этим? Анастасия, дело в том, что очень многие граждане, безусловно, первая реакция у них это обращение в суд. Потом сотрудники правоохранительных говорят, ну у вас же суд идет гражданский, вот и разбирайтесь в суде, не желая вступать в процесс, изучать права конкретных граждан. А вот ситуация, которую сказал Алексей, на мой взгляд, есть злопотребление полномочиями, 201 статья УК, вот Георгий не совсем согласен с этим, но здесь прямой состав, что использование лицом полномочий, выполняющим функции руководителя, в своих интересах для обогащения. То есть фактически есть два участника, там 55% и у Алексея 45%, тот участник, у которого 55% все имущество организации вводит на свои компании, на себя. Соответственно, Алексей... А дальше им распоряжается, уже неважно, про свойственному или нет. Совершенно верно, вот если бы Алексей изначально сразу написал заявление о том, что у него похитили имущество, которым он владел, обосредованно, я думаю, что у него был бы шанс избить уголовное дело. Тогда уж можно говорить о присвоении растрате, а не о 200. Давайте сейчас не обсуждать статью даже, потому что у каждого своя может быть ситуация. Кстати, у нас еще есть вопрос. По аналогии с Бахминой такая же ситуация была. Совершенно верно. Присвоение растрата. Вот смотрите, а правильно ли я понимаю такой общий совет для наших слушателей, которые могут и, возможно, кто-то столкнулся с такой ситуацией, ну или в будущем держать в голове, что если вдруг такого рода что-то происходит, идти надо не сначала в арбитражный суд, а идти надо первым делом, идти в те органы внутренних дел, которые могут иметь полномочия по расследованию таких дел с заявлением. Это был эффективный путь на сегодня, потому что даже подав заявление, первое предварительное заседание будет через три недели в арбитраже. Это в лучшем случае. И, соответственно, это большой период для мошенников, чтобы совершить еще сделку, еще сделку и увести. И более того, потом... Вот вы сейчас говорите, я извиняюсь, перебила, но вы сейчас говорите об идеальном таком состоянии. Когда вы пришли, подали заявление, дело возбудили, может следователь ходатайствовать, об аресте имущества в суд, например, и уже пошло какое-то расследование. А когда ты приходишь, и не три недели, а два месяца, три месяца, бьешься головой. Я извиняюсь, но это действительно так. Я хочу вас перебить. Я изучаю специально как бы следственную практику. Как правило, уже приходят сами рейдеры с судебным решением. Тоже вариант. То есть, как они его инициируют? Они изготавливают поддельный договор, на основании которого... Между собой, где-то судятся там, да. По подложной доверенности компанию, которую хотят захватить, представляет тот же соучастник. Компания сама при этом даже не знает о том, что она участвует в судебном разбирательстве. Этот соучастник признает исковые требования, и все. Суд, с учетом специфики гражданского судопроизводства, в соответствии с которым обстоятельства, признанные сторонами, считаются установленными для суда, выносит решение. То есть, тем самым он придает законную силу решения, недостоверным обстоятельствам, которые представляются следователю, и он не может ничего уже в этой ситуации сделать. Вообще, вот здесь вот очень ярко, и я, и вы, естественно, коллеги, тем более, как изучающие сейчас и предлагающие свои поправки, яркий вот этот вот симбиоз, который кто как использует, кто как может. А между гражданским, скажем так, законодательством, я сейчас не делю, районные суды и арбитражные суды, и законодательством уголовным, с одной стороны, действительно, если гражданский суд или арбитражный суд или общая юрисдикция что-то установила, это нужно принимать в уголовном деле, что у нас не было двух разных выводов по одной и той же ситуации. Но, с другой стороны, вот таких злоупотреблений масса, когда даже не признают стороны, а они так судятся между собой, что выносятся прогнозируемое решение. И в этом решении устанавливаются какие-то факты, один нападает, а другой не защищается, например, да, и суд устанавливает факты, у нас же есть определенный момент, когда каждый должен суде доказать свою позицию. Уважаемые коллеги, сейчас и наш слушатель, мы сейчас выслушаем новости, у нас есть масса вопросов, у нас есть звонок, поэтому после новостей мы вернемся, напомню, телефон студии 65 10 99 6, звоните, обсуждаем эту тему дальше. Итак, формула права в эфире, обсуждаем сегодня внешние угрозы для бизнеса, контролирующие органы, проверки, обыски и уголовные дела. Тема очень интересная, еще более интересные у меня сегодня гости, Георгий Смирнов, старший инспектор Следственного комитета Российской Федерации и Вячеслав Леонтьев, адвокат и управляющий партнер Адвокатского бюро Леонтьев, партнеры. Предупреждала, что у нас вопросы, я даже не успеваю какой-то свой тон задать обсуждаемым вопросом, каким-то моментом. Это Владимир. Вы знаете, вот на мой взгляд затронута тема судов, она чрезвычайно актуальна для бизнеса, потому что у нас не работает такой механизм, как неправосудные решения. Вот эта статья, если может быть ваши гости и коллеги, что есть какие-то прецеденты, когда можно было бы сказать, что да, вот судья, вынесший какое-то такое решение, оказался на скамье подсудимых. Это первый вопрос. И второй вопрос, связанный с таким инструментом, как парламентские расследования, потому что, что греха таить, иногда коммерческие или будем говорить, так сказать, арбитражные споры, это знаковые, значимые для страны моменты. Вот по их мнению, есть ли какая-то перспектива у слабо-развитых цивилизационных отношений и страны использовать этот механизм парламентских расследований, в том числе и в делах бизнеса? Я единственный момент хочу сказать. Владимир, вы так скромно сказали, здравствуйте, это Владимир, это Владимир Симага, тоже ведущий, мой коллега, ведущий Финам ФМ, поэтому мы только что с вами были в прямом эфире, буквально перед началом нашей программы. И тем не менее, вот вопрос от коллеги, что скажете? Ну, начну, наверное, я по поводу первого вопроса. Вопрос емкий, да? Вот про суды, особенно. Первый вопрос про привлечение судей к уголовной ответственности за заведомо неправосудное решение. А как доказать? Недавно предмет этого спора был предметом исследования Конституционного суда, который четко сказал о том, что пока судебное решение неправосудное, вынесенное судьей, не будет отменено в предусмотренном законном порядке, привлекать его к уголовной ответственности, то есть давать уголовно-правовую оценку о том, что оно было неправосудным, невозможно. То есть, получается, с одной стороны возбудить уголовное дело нельзя, а с другой стороны гражданское, как гражданское, так и арбитражно-процессуальное законодательство говорит о том, что судебное решение по вновь открывшимся обстоятельствам может быть пересмотрено только при наречии приговора, устанавливающего факт совершения преступления против правосудия. Вот и получается некий процессуальный тупик. Возбудить дело нельзя, довести до приговора нельзя и одновременно еще отменить нельзя. Вот и ответ. Отменить, может быть, можно, но тут сложности какие. Я думаю, что меня сейчас Вячеслав поддержит в каком смысле? У любого практикующего адвоката в руках всегда было очень, я бы сказала, субъективно, не буду говорить это объективно, именно субъективно, странный приговор или странное решение суда. Мягко говоря, когда ты понимаешь, что, боже, ну это внутренне про себя, думаешь, боже, это бред. Вот бывает такое, да? И потом ты идешь отменять это и говоришь, ребята, ну тут вот здесь написано А, это А, а здесь написано А, это Б, да? В одном и том же документе. Давайте, вот это же неправильно, давайте какие-то основания приводятся. Иногда эти основания достаточно очевидны и иногда эти судебные решения либо приговоры, они остаются при этом в силе. Я хотел бы немного уточнить, что отменить судебное решение на основании факта вынесения судьей неправосудного решения можно только по вновь открывшимся обстоятельствам. Если вот сами стороны там как-то попытаются, то это невозможно. Необходимо обстоятельства, свидетельствующие о вынесении судьей неправосудного судебного решения. Это именно этот механизм. Но может быть решение главное, чтобы было отменено. Например, если судья вынес заведомо неправосудное или неправильное решение или приговор, при этом следующая инстанция отменила, сказал, да, здесь неправильно, здесь неправильно, пусть, пожалуй, участника процесса, то здесь уже можно говорить о возможности возбуждения уголовного дела, осталось доказать только, что это было заведомо для судьи вынесение, самое сложное, мне кажется, во всем этом процессе, даже не решение отменить, что тоже очень сложно, а доказать, что это заведомо, потому что судебные ошибки, кто ничего не делает, тот не ошибается. И судьи могут ошибаться, но слишком часто бывает, что сталкиваемся с какими-то ошибками и слишком часто нас посещают какие-то мысли, опять же, субъективные, но не всегда связанные с правосудием, но откровенно говоря. И тем не менее, это один из вопросов, связанных с судебной системой. Я думаю, что никто, наверное, не будет спорить, хотя если будете, вы поспорьте, но это требует определенной реформы, может быть, даже не в законодательном плане, хотя вот это очень важный момент, который вы сейчас Георгий сказали. Анастасия, я думаю... Больше не повторится в истории, когда сам Верховный суд отпустил человека, изменил приговор, такого не было никогда. Когда было прямое указание на нарушение презумпции невиновности судом, и решение было просто отменено, отправлено на пересмотр в итоге, хотя человека выпустили на свободу. Есть определенные корпоративности, судьи, скажем так, своих не сдают. И вот эта статья, она, наверное, мертворожденная была и останется нерабочей по поводу привлечения судей. Вообще, вот вы изучали хоть одно дело-то? Было такое? Вот в моей практике не было, и, насколько я знаю, практики привлечения судей именно за неправосудные решения не было. Их просто могут лишить статуса за ошибки, за нарушения и так далее. Но так, чтобы привлечь конкретного судью за неправосудное решение к уголовной ответственности, насколько я знаю, не было. Может, Георгий пояснит в практике комитета, было такое или нет? Нет, такие решения есть, были, и я думаю, что будут. Но... Очень мало, наверное. Но очень мало, да. Явно не соответствует уровню этого явления. Давайте еще второй вопрос, который прозвучал у нас о парламентской расследовании. Как относитесь к такому явлению? Считаете ли это позитивным, или это больше, ну, скажем так, пиар или компания какая-то? На мой взгляд... Или это польза? На мой взгляд, это часть пиара адвокатов. Прошу прощения, депутатов. Но парламентские расследования с точки зрения права, это не что иное, как сбор информации гражданами. То есть, в данном случае, депутаты, используя свой статус, собирают информацию и передают сообщения в правоохранительные органы. Вот это сообщение, оно, по большому счету, по своему статусу является таким же сообщением, как сообщение любого другого гражданина. Просто оно рассматривается руководителем следственного органа, которому по закону о статусе депутата Госдумы направляется такое сообщение. Но больше возможностей собирать, да? Какие-то сведения и заодно, может быть, и как-то самому в этом поучаствовать и показать, как это происходит. Стоит, наверное, передавать таким парламентским комиссиям какие-то громкие дела. Вот сегодняшнее дело в отношении Минобороны и так далее. Может быть, стоит поручить депутатам, которые соберут доказательства, и на них тяжелее давить, скажем так, чем на конкретных следователей, которые сейчас делают работу. Давайте выслушаем еще один вопрос. Человек уже давно ждет выхода в эфир. Давайте послушаем. Слушаем вас, Андрей. Алло. Здравствуйте. Как раз вопрос по теме конкретной. Вот оформлен вопрос заявления для получения информации, сведений о юридическом лице в регистрационном органе. Оплачены деньги и потом получены официальные документы с печатью. И является ли фальсификацией непредоставление полностью юридического адреса? Не знаешь, куда писать, не знаешь. Вы сейчас, я, честно говоря, не совсем поняла, Андрей, вы о выписке из ЕГРЛ говорите? Да, 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 именно об этом. То есть вам дали выписку ЕГРЛ, в которой отсутствует адрес той организации, о которой вы запрашивали сведения? Нет, да. Юридический адрес. И как раз новый принят в 2010 году, ваши гости говорили, изменения в гражданах. То есть не соответствует фактическому месту расположения? Это вы имеете в виду? Нет. А что? Не понимаю. Фактически является ли это фальсификацией? Или как бороться и что делать? Андрей, Андрей, давайте сделаем следующим образом. Вот я не знаю, если мои гости поняли, они меня перебьют, я не поняла. И нам важно, чтобы и гости, и я поняла, и слушатели поняли, о чем именно вы спрашиваете. Если вы можете кратко сейчас, буквально двумя словами, скажите, что, про что вы именно спрашиваете, в каком месте вы видите фальсификацию? Мне нужен был юридический адрес этого юридического лица. Запросили выписку из ЕГРЛ в налоговой инспекции? Получили выписку? Да, да. Там есть этот адрес? Я получил сведения, кроме юридического адреса. То есть в выписке нет юридического адреса? Да. Но обратитесь в налоговую, там должен быть обязательно юридический адрес, это просто техническая ошибка какая-то возникла. Вот они мне дали полностью, как раз это налоговый орган, он регистрирует, он регистрирующий орган является. Посыпка, значит, к руководству и... Андрей, в выписке есть ННН, и по ННН можно понять территориальный налоговый орган, в котором отчитывается этот юридический адрес. Именно в нем, территориально, я именно в налоговом органе получил, они являются регистрирующим органом. Смотрите, Андрей, спасибо за вопрос большое, спасибо. Какой-то краткий комментарий на эту тему хочу сказать. Технические ошибки случаются и быть могут у каждого, и у налоговой инспекции тоже. В данной ситуации, если нужно в бумажном варианте запечать с ее налоговой инспекцией, получить выписку с юридическим адресом, она там обязательно должна быть указана, эта информация, нужно просто обратиться обратно в тот налоговый орган, сказать, вы мне не полностью выдали. Они скажут, нужно ли... Я не сталкивалась с этим, потому что это редкая какая-то ошибка. Они скажут, нужно ли написать заявление еще, что должны бесплатно вам дать в нормальной форме. Но я хочу нашим слушателям еще одно сказать. Есть официальный сайт управления налоговой службы, на котором есть несколько всяких электронных сервисов. Один из них совершенно замечательный сервис, который может, мне кажется, нашим всем слушателям, в том числе тем, которые ведут бизнес, или которые даже для семьи что-то хотят купить, по-моему, по всем фронтам, называется «Проверь себя и контрагенты», если мне не изменяет память. Там такая урезанная выписка есть, совсем урезанная, потому что она неофициальная с печатью, как мы получаем за госпошлину, она бесплатно предоставляется. Вот наш слушатель, который задавал вопрос, если ему просто нужно адрес узнать, просто нужно адрес, он возьмет ИНН, он возьмет ОГРН, которые в его выписке должны быть указаны, ведет на сайте официальном управления налоговой службы эту информацию и получит информацию о том, существует ли эта организация, но у него уже есть такие данные. И там в первую очередь будет написан адрес на сегодняшний день. Вот адрес узнать можно и по названию, просто если название ООО «Ромашка», то этих «Ромашек» в России может быть столько, что мы никогда в жизни не найдем свою. И узнать, занесена ли эта организация в так называемый адрес массовой регистрации. Да, да, это, кстати, еще один сервис. То есть не стесняйтесь данной ситуации, но мы все-таки находимся уже в период, когда достаточно высокое техническое развитие. Если вам не нужно именно за подписью печатью, потому что, например, в арбитражный суд для того, чтобы подать иск, нужно официальную бумагу предоставить. А если вам нужна просто для себя информация, вы хотите получить, не стесняйтесь, есть масса способов, которыми это можно сделать, и в том числе на сайте управления Федеральной налоговой службы. Итак, мы сегодня обсуждаем, напоминаю нашим слушателям, тему внешней угрозы для бизнеса, контролирующие органы, проверки, обыски, уголовные дела. По сути, у нас получилась очень широкая тема. С нашими гостями мы обсуждаем, по-моему, все, что может и препятствовать, с одной стороны, бизнесу, и каким образом можно искать защиты, если нужно обратиться в сферу полиции, в органы внутренних дел или в арбитражный суд, что нам делать. Напомню, нашими гостями сегодня являются Георгий Смирнов, старший инспектор Следственного комитета Российской Федерации, и Вячеслав Леонтьев, адвокат. Ну вот что можете на эту тему еще сказать по поводу судов? Я хотел бы вернуться к началу передачи, вы задавали вопрос. На сегодня у бизнеса есть две большие проблемы. Это, скажем так, мошенники, которые воруют имущество, либо причиняют ущерб, и сами госорганы. На сегодня, исходя из принципов, которые у нас есть в правом государстве, бизнесу и гражданам разрешено все, что не запрещено. А чиновникам разрешено только то, что прямо указано в законе. И ту концепцию, которую Георгий озвучивает, я просто боюсь передергиваний, которые приведут к тому, что бизнес будет жить только потому, что разрешено законом. А госслужащие будут жить по обратному принципу. Будет интересно, система. Сложно понять, как будут жить. То есть, если мы введем, что вот эта операция является фиктивной, а вот эта не фиктивной. Жесткий фильтр такой. Бизнес будет вынужден именно вот так вот действовать. Я уже говорил где-то о том, что, например, в Голландии есть очень хорошая практика. Приходит налогоплательщик. Вячеслав, подождите. О практике просто в любом случае мы сейчас идем на новости. Вячеслав, о практике мы помним этот вопрос. Мы обсудим его сразу, как только выслушаем новости. Наш телефон 6510-99, 6 код Москвы-495. Звоните. Итак, внешние угрозы для бизнеса обсуждаем тему гораздо шире. Я вот анонсирую, анонсирую и понимаю, что мы говорим уже действительно о многих моментах и выходящих за рамки нашей программы. Тем не менее, очень интересных нашим слушателям. Телефон студии, напомню, 6510-99, 6 код Москвы-495. Можно написать на сайт финам.фм. И до новостей. Вот мы с Вячеславом говорили. Вы говорили, я вас жестоко перебила по поводу соглашения с налоговыми органами, которые существуют в некоторых странах. Да, в некоторых странах, в европейских. Я приводил, например, Голландия. То есть можно прийти и сказать, вот мы покупаем в этой стране продукцию, продаем в эту страну. Но у нас есть, например, промежуток, какая-нибудь офшорная структура, законно нами приобретенная. И мы экономим на налогах, потому что есть соглашение об избежании налогообложения. То есть мы показываем схему? Мы показываем эту самую схему. И они должны как бы утвердить. Налоговая говорит, да, у вас здесь законная сделка, здесь законная сделка. Да, вы экономите, молодцы, нашли способ. И, соответственно, подписывает нам эту схему, мы по ней платим налоги. Что я, чего я боюсь после реализации концепции, которую в начале передачи Георгий сказал, в нашей стране. Значит, у нас одна сделка законная, вторая абсолютно законная. Приходит правоохранительный орган и говорит, нет. Значит, сделка законная, но операция фиктивная. То, что сейчас происходит с однодневками, когда мы с этим сталкиваемся. То есть приходит человек-подрядчик и говорит, я сделаю работу. Он сделает работу, я ему плачу деньги. Через полгода ко мне приходят и говорят, вы знаете, вот те, кому вы заплатили, они не заплатили налоги, но мы не будем их привлекать, потому что их найти не можем. Мы давайте вас привлечем, потому что это операция по оплате... Вы не проверили вашего контрагента или еще что-то. Вот эта операция мы считаем фиктивна. То есть, по сути, мы можем с учетом практики упереться в то, что правоохранитель просто облегчит себе способ привлечения, скажем так, добросовестных налогоплательщиков, признавая операцию фиктивной. Потому что сделка является законной, сделку не отменить, дорога построена, деньги заплачены. И, соответственно, тебе говорят, операция фиктивна, иди в тюрьму. Вот здесь риск, который я выявляю для предпринимателей, с учетом практики работы наших правоохранителей. Потому что нельзя предпринимателей загонять в рамки, что они будут делать только то, что прямо указано в законе. Мы уже столкнулись с проблемой в гражданском праве, когда у нас акционерные соглашения не работают. У нас половина, там, большая часть крупного бизнеса соглашения по английскому праву заключает. И как раз вот проблема, с которой звонил Алексей, чтобы акционеры друг друга не могли, там, кинуть и так далее. Я хочу сказать, что Алексей затронули эту тему, просто мы уже, у нас развивается, идет дискуссия. Но Алексей как раз уже после того, как он в эфире задавал свой вопрос, продюсера просил как раз передать, что он, видимо, в суде, который месяц не может получить документы. И, в общем, не понимает, что делать, куда писать. И человек, я так понимаю, находится в состоянии, что, говорит, не оружие ли брать. И вот обратился за помощью к нам. А по большому счету, он не он единственный. Потому что, действительно, когда ты сталкиваешься с тем, что у тебя что-то забрали, и, может быть, человек, не будучи юристом, понятно, что, да, нужно пойти к юристу, к адвокату, проконсультироваться или еще что-то. Но человек, не будучи юристом, не будучи адвокатом, он просто понимает, что у него забрали его. И куда ему в первую очередь бежать? Не в суд, потому что тут надо заявление составить. Это, опять же, должен специалист сделать. Куда бежать? Бежать сначала в органы полиции, в органы внутренних дел. А там тоже возникают сложности и с самими расследованием, еще с чем-то. А где-то та грань, вот смотрите. Это, к сожалению, практика. Дело в том, что есть законное у одного права, у второго обязанность. Вот я прихожу, ребят, защитите меня, меня обижают, меня украли. И либо реагирует добрый дядя Степа, да, либо, скажем так, поверженный коррупцией сотрудник говорит, да нет, да мне некогда, да заявление не приму. Проблема в другом. Всегда вопрос исполнения, не нормы закона. Мы всегда пытаемся фактическое исполнение, скажем так, исправить... Плохой закон, потому что он плохо, не плохо работает. У нас вот там случилось там жуткое ДТП с пьяным водителем. А давайте ужесточать. Да вопрос не ужесточения, а в исполнении того, что есть. У нас просто норма не работает, а давайте вместо там 10 лет ведем смертную казнь, как будто мошенники исчезнут. Ну, вот почему-то мышление, в том числе законодателя, я имею в виду там Госдума, именно такое на сегодня. Вот у нас есть проблемы с мошенниками. Они берут, вводят 6 новых статей, которые абсолютно идентичны тому, что уже существует. Там везде санкция до 10 лет, давайте в этих 6 тоже до 10 лет. Какой смысл вводить? Просто разные способы совершения мошенничества. То есть у нас нет борьбы с болезнью, да, то есть мы все время с симптомами какими-то боремся, но не лечим. Я смотрю, что Георгий, он просто вас не перебивает. Ну, сначала я не перебивал Георгий, теперь Георгий меня не перебивает. Что добавить? Я, во-первых, хотел бы сказать, что если, как вы привели пример, да, работы были исполнены, то, естественно, хозяйственная операция, она не будет фиктивной. Она будет исполнена. Нормальная хозяйственная операция. Во-вторых, доктрина осмотрительности, да, в выборе контрагента, в соответствии с которой налоговые органы могут, могут как бы применить налоговую ответственность за недобросовестного контрагента, она в уголовном праве не применила вообще. Потому что в уголовном праве действует понятие умысел. То есть лицо должно, его умыслом должно было охватываться, что он совершает фиктивные операции, что он совершает операции с фирмой-однодневкой, с фиктивной компанией. Это, во-первых. Во-вторых, мы не выступаем против, как вы сказали, предварительного одобрения или правового анализа налоговым органам сделок. Это мировая практика. И, кстати говоря, зачатки этого института уже существуют в действующем уголовном кодексе применительно к трансфертным ценообразованиям, контролируемым сделкам. И мы только за развитие этого института и внедрение его в Россию. Мы говорим о том, что на данном этапе необходимо поставить барьер именно недобросовестным схемам, основанным на фиктивных сделках. Именно фиктивным недобросовестным схемам, что не является нормальным для цивилизованного налогового обложения. Ну вот смотрите, Георгий, я на самом деле разделяю опасения Вячеслава в этом плане в каком смысле. Ведь, в принципе, ничто не мешает ни следователю, ни суду по уголовному делу дать свою оценку сделкам, которые были произведены, обсуждая, что это был способ совершения преступления. Например, налогового, да, либо любого другого преступления в сфере экономической деятельности. То есть, пожалуйста, может и следствие, и суд такую оценку дать. Зачем нам вводить какой-то отдельный оторванный инструмент в виде... Запрет злоупотребления правом. Дело не про запрет злоупотребления правом, а именно про фиктивные записи в регистрах бухгалтерского учета, в налоговой отчетности и так далее. Потому что это все может быть и сейчас реализовано. И сейчас можно дать свою оценку сделки конкретной произошедшей, и сейчас можно дать свою оценку тому, как это было отражено в бухгалтерском учете, но при этом не отрывать их друг от друга. На сегодня, я сейчас просто коротко скажу, просто была попытка со следственных органов отменить главе 190 статьи, то есть приюдиции. Не получилось. Сказали, что так и будет. И теперь, на мой взгляд, инициатива со стороны следствия направлена на то, что хорошо, пускай будет приюдиция решение, но нам не нужно саму сделку оспарить. Мы операцию признаем фиктивной и все равно посадим человека. Ну то есть, грубо говоря, если... Это сбоку такой заход. Нет, на самом деле, вот все это, о чем я говорил, нужно в первую очередь для самого налогоплательщика. А зачем? Вот мне, к примеру, зачем это может быть нужно? Чтобы он знал, за какие конкретно действия может наступить именно публично правая санкция. Ну стоп, мы же не создадим... Я извиняюсь, Георгий, не могу не перебить меня эмоции. Мы же не создадим перечень на листе А4 или целую брошюру или трехтомник о том, какие операции считаются фиктивными. Правильно? Это вопрос оценки. Нет, мы четко скажем, что запрещено совершение сделок иных гражданско-правовых действий, направленных исключительно на уклонение от возникновения налогообязанности, либо снижение. А сейчас разрешены такие сделки? Давайте рассмотрим два конкретных... А сейчас прямого запрета нет. Но дело в том, что несмотря на то, что нет запрета, статья 45 налогового кодекса предусматривает полномочия налоговых органов изменить в этом случае юридическую квалификацию сделки. То есть получается, что в законе не прописан прямой запрет на совершение подобного рода действий, но предусмотрена санкция. Вот мы и хотим вести некую гармонию, да, прав налогоплательщика и полномочий налогового органа. Но вот смотрите, налоговый орган и сейчас может, у него есть полномочия, а спорит сделку. Есть. Есть полномочия. Если эта сделка... Изменить юридическую квалификацию. Там суд уже разъяснял о том, что в данном случае нельзя применять это, потому что там предусмотрены, во-первых, и санкции, и конфискация, да. Там последствия другие. Суд говорил, да, об этом. Нет, ну пусть это будет мнимая или сделка, допустим, то, что мы называем фиктивной, это либо мнимая, либо притворная, по сути. Да, мнимая и притворная, как правило. В данной ситуации. Пусть это квалифицируется таким образом. На самом деле, отвлекусь на секунду, самое грустное сегодня для меня лично в нашей программе, это то, что я вижу, у меня идет счетчик времени, который у нас остался. У нас осталось буквально пара минут, и для меня это действительно грустно, потому что тема бесконечная, тема мне очень интересная, я очень надеюсь, что нашим слушателям интересно. Но тем не менее, вот все-таки за эти две минуты давайте попробуем. Есть у нас уже сейчас, по сути, запрет уклоняться от уплаты налогов. Есть сейчас возможность у налоговых органов оспаривать сделку, если они видят в этом совершение этой сделки для того, чтобы уклониться от уплат налогов, а не для того, чтобы достичь каких-то последствий этой сделки. Вот, допустим, купли-продажи, последствия в чем? Я отдала товар, мне дали деньги, да, и так далее. А если у этого наступают другие последствия, по сути, а вот это может и не происходить, вот в этой ситуации мы видим уже другой как бы умысел этой сделки, возвращаемся к уголовной составляющей правовой. Ведь и сейчас можно дать такую квалификацию, зачем новый инструмент? Только кратик, Георгий, интересное время немало. Во-первых, сейчас квалификацию дать нельзя, потому что, чтобы действовал уголовно, правовой запрет, тот же самый уклоняться от уплаты налогов, должно быть прямо в законе предусмотрен запрет совершать подобного рода действия. Во-первых. Во-вторых, в соответствии с гражданским кодексом, гражданские права могут быть ограничены исключительно на основании закона. То есть в законе должно быть прописано, в каких случаях пределы его гражданских прав должны быть определены, но не вытекать из судебных доктрин определенных. Ну не знаю, мне кажется, что это сейчас достаточно очевидно, что если некие действия у нас включены в уголовном кодексе и являются составом преступления, то в общем теоретически их можно совершать, но только с условием наступления. Уклонение от уплаты налогов. Дальше необходимо, это статья бланкетная, необходимо обратиться к нормам законодательства о налогах и сборах, которые не содержат прямого запрета на... Уклонение от уплаты налогов. Нет. На использование... Сейчас мы нашим слушателям что-нибудь скажем. Давайте я вам просто две ситуации приведу. Георгий, к сожалению, я просто вижу свой злосчастный счетчик, на который грустно мне смотреть. И я вижу там цифру 40 с лишним секунд. Мне очень-очень жаль, что это время, которое осталось нам сегодня на программу, мы можем только нас анонсировать и сказать нашим слушателям, что я очень искренне надеюсь, что мы продолжим эту тему обязательно в любом случае. Я надеюсь, что вы придете еще к нам в студию и мы будем обсуждать эти вопросы. Возможно, в следующий четверг будем обсуждать эту тему. Обязательно анонсируем на сайте Финал МПФМ. Напомню, что в эфире была «Формула права». С вами была я, Анастасия Ибрачева, ведущая. Гости программы Георгий Смирнов, старший инспектор Следственного комитета Российской Федерации, майор юстиции, кандидат юридических наук Вячеслав Валерьевич Леонтьев, адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры». Каждый четверг с 11 до 12 мы в прямом эфире обсуждаем острые темы. Возвращайтесь к нам, слушайте Финал МПФМ.